— Ведущая Арсаяна, доброе утро, Аяна. — Да, доброе утро, Аскар, доброе утро, страна, доброе утро, наши любимые телезрители седьмого канала. Сейчас у нас утренняя программа «Танг сыры», и с вами его ведущие Думанаев Аскар и Арсаяна. — Да, мне кажется, традиционно, что Аяна к нам присоединяется после первого гостя. Не изменяешь себе. Я думал, в новом году будет по-новому, но нет. Ну, мы начинаем рано. Извиняюсь, Аяна, что я так сказал. Не ты опаздываешь. — Я завыкла. — Да-да-да. С нами сегодня очаровательная гостья, которую представит Арсаяна. — Да, сегодня у нас в гостях очаровательная гостья, правильно подметил. Она медик учится, но при этом преуспевает еще и в других телах. Очень интересная личность. Доброе утро, Борозова Бекимай. — Доброе утро, Бекимай. — Доброе утро, здрасте. Меня прям расхвалили с утра. Чтобы на целый день потом у вас было хорошее настроение. — Спасибо. — Да, пусть каждое ваше утро начинается с комплиментов, с приятностей, с теплых слов, улыбок и поцелуев. — Сложновато дается, но постараюсь в новом году. Надеюсь, будут новые правила, все будет лучше. — Ну, давайте познакомимся с вами поближе. Расскажите, пожалуйста, о себе, чем вы занимаетесь. — Ну, как сказала Яна, я медик. Это моя основная деятельность. Сейчас я учусь на акшер-гинеколога второй год. Через год я стану уже полноценным врачом, акшер-гинекологом, дай бог. Помимо этого, я занимаюсь много чем. К примеру, моя вторая основная деятельность, так сказать, которая приносит радость для моей души, это шоперы для медиков. Как вы знаете, медики очень много учатся, очень много книг. И как-то раз в голову пришла идея создать такие сумки, которые будут и удобными, и практичными, и стильными, и недорогими при носке и так далее. Вот так и появились шоперы, которыми я занимаюсь, продаю, сама ношу. Иногда прохожу напротив медакадемии и вижу девочек, которые тоже ходят с этими сумками, и мне становится очень приятно. Помимо этого, в 23-м году впервые я попробовала себя в роли модели для магазина Arsena Collection. Тоже был очень незабываемый опыт, который помог мне раскрепоститься, узнать себя с более другой стороны. Вот, что сказать? Я захватываю все возможности, которые дает мне Вселенная. Попахивает реклама, я знаю, Arsena Collection. Arsena Collection. Да, да, да. На мне Arsena Collection, на тебя Arsena Collection. На мне тоже Arsena Collection. Да, на самом деле она является как лицом, можно сказать. Амбассадор, да? Да. Снимается. Твоего бренда. Да, моего бренда. Ну, мне кажется, в следующий раз я тебя позову в качестве гостя, да, чтобы мы это все обсудили. Так и надо сделать. Ну, давай такой интересный контент замутим. Да, обычно приглашают на какие-то каргызские эфиры, а на каргызском чуть сложно дается все это рассказать. На русский эфир было бы классно, если бы ты меня позвал в качестве гостя. Ну, давай, в следующую среду ты будешь моей... А, нет, не первой гость, а второй, да, третий? Первой не надо мне оставить. Ага. Бегемай, скажите, пожалуйста, подробнее о сумочках. Сейчас они, мне кажется, актуальны из-за того, что мы переходим из пластика в какие-то натуральные, да, как это сказать, из натуральных материалов, да, 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 да. И во всех супермаркетах, во всех магазинах выдаются бумажные, и, как вы сказали, люди сами приходят с тканевыми сумочками, пакетиками, так сказать, а они называются, оказывается, шопперы, да? Да. Ага, я вот в первый раз это слышу. Ну да, изначально идея была такая, что для медиков там и надписи такие, дорогие, пока не доктор, вот что-то связанное с медициной, но люди, которые вне медицины, тоже заказывают для повседневной носки, потому что там можно подобрать дизайн под любой вкус, мы это отшиваем сами. Конечно, производство небольшое, но оно мне греет душу, так что не обязательно медики должны носить только шопперы, потому что они, вот лично на своем опыте, скажу, я их ношу и на тренировки, и на учебу, и в горы, и в пиры, и в мир, как говорится. Вы когда сказали небольшое производство, у меня такие ассоциации были, такие подсобные, такое помещение, где темно, и вы в масках заходите. Еще одну партию мне. Как обстоят дела? Превращается ли это в какой-то большой бизнес, может быть? Ну, так как моя основная деятельность проходит в стенах больницы, я бы не сказала, что она имеет такой широкий круг, но у меня есть заказчики из Казахстана, это те же самые медики, с России заказывали, то есть я отправляла через службы каких-то доставок и так далее. Я бы не сказала, что оно обширное, но достаточно известное. И мне кажется, изюминкой этого продукта это вот надпись, прикольные надписи, я бы сказал, такие незаурядные, оригинальные. Связанные с медициной. Да, связанные с медициной, в таком шуточном варианте, что ли, да? Да, в шуточном варианте, в таком самоироничном, я бы сказала, потому что вот я восьмой год учусь в медицине, и я до сих пор не доктор, я ординатор пока что. Поэтому изначально была первая надпись, пока не доктор. Вот так и продолжилась идея. Восемь лет учусь, пока не доктор. Да. Сколько лет еще надо будет учиться? Мне так медиков жалко, они столько учатся, столько времени требуете для того, чтобы потом стать доктором. И вот так вот всю жизнь, да? Вы вроде начали с хорошей ноты, комплиментами сейчас. Да, ну нам не жалко, когда говоришь жалко, мы жалим. Мы гордимся докторами Горгызстана, мы вам желаем удачи в вашем обучении, так сказать. И я даже вопрос свой забыл. Что-то хотел спросить. Вот вы помимо шоперов еще и выпускаете верхнюю одежду, да? Насколько я знаю. Да, это все связано с медициной. Это, так сказать, медицинский мерч. Вы замечали то, что у западных университетов есть свои толстовки, вот Оксфорд, там Кембридж, всякие толстовки. Вот идея... Житта Джонс! Да, идея изначально была такая. Вот обычная надпись КГМА или медицинская академия, это как мерч КГМА. Вот. Изначально идея была таковой. Угу. Чтобы люди гордились, где они учатся, потому что для меня гордость, то, что я закончила КГМА. Угу. И во время студенчества, к сожалению, эта идея мне не пришла на тот момент. Эта идея мне пришла после окончания, но я до сих пор ношу, несмотря на то, что я окончила уже ее. Угу. Ну, это большая гордость, потому что для многих студентов это что-то недосягаемое. Пройти и обучаться в медакадемии, это большая гордость, так как я тоже в свое время не попал. А может и к лучшему. Расскажите что-нибудь интересное. Она меня оскорбила. Что делать, если гостью оскорбляют? Жалую. Жалую. Гретьки бывают прямолинейцами, что сказать. Ага. А вот расскажите какие-нибудь такие вот интересные истории, связанные с вашей учебой. Вот сейчас вы проходите практику, да, или как это называется? И наверняка там происходят какие-нибудь такие интересные истории, да? Интересных историй очень много. Некоторые из них, к сожалению, я не могу рассказать. Но я бы хотела бы рассказать такие стереотипные истории, к примеру, по внешности или по возрасту очень любят судить пациенты. Чаще всего меня принимают за медсестру. А, это разные профессии, да? Один-один, да, получается. Да-да-да. Ну, чаще всего могут воспринять за медсестру, не воспринимать мои слова всерьез. Да, возможно, я пока не являюсь полноценным врачом, но я считаюсь врачом-ординатором. Самостоятельно лечение назначать я не могу, но под присмотром врача я могу все делать. По сути, я сейчас работаю, работаю, но это ординатура, то есть мне за это не платят. Вот. Захожу я на обход, делаю обход, и тут пациентка спрашивает, а врач сегодня зайдет? И, знаете, так задело мое эго, я такая, я ваш врач. А что случилось? Ну, вот. Вот такие истории, то, что очень задевает, когда тебя всерьез не воспринимают. Это вас там задевают, а вы отрываетесь на мне, да, значит? Нет, ни в коем случае. Я вспомнил свой вопрос все-таки. Откуда берутся вот эти оригинальные надписи, и чем вы вдохновляетесь? Придумываете ли вы эти фразы сами? Ну, изначально первая фраза, которая появилась, это «пока не доктор», потому что это было название моего инстаграма, «пока не доктор». Я была пока не доктор, хотела начать… А сейчас уже доктор. На пути становления доктором, я бы так сказала. Почему «пока не доктор»? Я хотела начать вести инстаграм именно с медицинской точки зрения, но я не хотела умничать и называться доктором, да, потому что мне пока было на тот момент рано. так и осталось за мной «пока не доктор». И многие знают меня как «пока не доктор», и я не захотела его менять. После этого пришла идея с шопперами, я также назвала его «пока не доктор шоп». Затем уже пошли другие надписи, «Дарагеер», «Почему Дарагеер», «Почему будущий доктор», да, такие надписи я хотела больше сделать упор именно на кыргызский язык, так как мы знаем то, что в Бишкеке особенно, да, многие разговаривают на русском языке, да, и я сама 90% разговариваю на русском языке, но на тот момент я хотела сделать именно упор на кыргызский язык. Вот так и получилось. Да, а вот вы вели блог свой, «Пока не доктор», да, вы упомянули, что с ним? Он есть. Ага. Да, да. Я изучала эту страничку и там, знаешь, такие, скажу, откровенные темы ведутся, разбираются, да, такие откровенные темы, очень актуальные, причем и много кто обращался именно за советами, связанные с вот такой вот, как сказать, актуальные темы, да, что-то такое. Я даже не помню, с чего взялась идея ввести именно блог в таком формате, да, и семья у меня, в принципе, консервативная, мы особо такие темы не в открытом доступе обсуждали, но вот как-то пришла идея ввести именно в таком формате, более откровенном, так как многие люди не знают, что такое элементарно половое воспитание, многие девушки не знают там обычную свою физиологию, как они развиваются, как они становятся женщинами и так далее, и я, как будущий врач, посчитала это своим долгом, вот, очень много было страниц на просторе инстаграма, которые рассказывают о всяких болезнях, о всяких болячках и так далее, но именно вот эту основу, физиологию, норму никто не рассказывает, все знают какие-то заболевания, но не знают свою норму, свой организм не знают, и я решила, почему вы и нет, и на удивление очень большой отклик был, как со стороны молодежи, так и со стороны взрослых людей, конечно, многие писали с фейковых аккаунтов, но у всех были разные вопросы, и благодаря этим вопросам я и сама много чего узнала, потому что каждый раз для того, чтобы ответить на какой-либо вопрос, я должна была найти какие-то статьи иностранные, найти какие-то книги, прочитать, и чтобы этот ответ был полноценным и широким таким, вот, и в принципе я его продолжаю вести, но не так активно, как в начале, так как я вот уже упоминала, то, что большую часть времени провожу в больнице, поэтому очень мало времени остается на инстаграм, но надеюсь, это не остановится. Ну, мы тоже надеемся, что вы не остановитесь, потому что очень много информации, вот как вы говорите, там, про болезни, и так далее, 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 то есть подросток, который, подрастающее поколение, который может в этой информации буквально утонуть, да, и уйти не в то русло, мне кажется, вот эта достоверная информация про физиологию человека, который, вопрос, который они не могут с родителями обсудить, да, и родители не могут, тоже стесняются объяснить, почему так происходит, почему вот взросление, и вот такие вот процессы какие-то происходят, да, и... вы правильно подметили, то, что у нас в менталитете нет такого, чтобы с родителями такие темы обсуждать, да, по статистике своего инстаграма могу сказать, многие родители сами не информированы в таких темах, и вот для меня было важно, чтобы подростки, подрастающее поколение, они не обсуждали между собой, не находили какие-то фейковые статьи в каких-то гуглах и так далее, именно заходили и могли досоверную информацию получить с медицинской точки зрения. Да, потому что я тоже работаю с подростками и детьми, и я был свидетелем того, что у мальчика была депрессия из-за взрослых, из-за волос, да, получается, волосяной покров появляется, когда ты взрослеешь, и у него из-за этого депрессия была, представляете, а это просто физиология, и если бы он был информирован, что это норма, что это так должно быть по природе, то таких вот каких-то казусных ситуаций не было бы, да, как таковых? Да, возможно, со временем я верю в это, мы придем к тому, что половое воспитание это будет нормой во всех школах, это будет как основной предмет, который будет проходить, и все будут к этому относиться нормально. В основном, получается, вам задавались, ну, обращались за советами именно подростки, да? Нет, я бы не сказала. Возрастной диапазон очень большой, начиная с подростков, это девочки, девочки, мальчики с 13-12 лет до, там, 20, потом уже начинается где-то с 30 до 40 лет, мужчины и женщины, да, в основном они просят об анонимности, либо специально создают фейковые страницы, чтобы задать вопрос, ну, я их понимаю, это стыдно такие темы обсуждать, но есть очень много взрослых людей, которые тоже спрашивают вопросы по поводу половой жизни, и не только. Например, по поводу своих детей они спрашивают, как им что-то объяснить или еще что-то, да? Или если они замечают в поведении своих детей что-то ненормальное. Угу. Да, это может быть тоже последствием того, что у них физиологические изменения происходят. Ну, как обстоят дела на личном фронте, личной жизни? Сегодня я... Ты забрал мой... Да. Да, вот у нас... Мой вопрос. У нас предыдущая гостья тоже была, я там тоже твои вопросы задал, я сказал, это Арсаяна должна была, вот, ну, от имени Аяны. Успеваете ли вы? Да, мне кажется, это актуальный вопрос для всех медиков, для всех докторов, да, врачей, которые днем и ночью могут быть на смене и на личную жизнь не хватает времени. К сожалению, в прямом эфире нельзя злиться, поэтому я улыбаюсь. Этот вопрос я получаю буквально каждый день, даже врачи такие, почему такая красивая и без парня, почему такая красивая и не в отношениях. Так они подкатывают к вам, а вы не понимаете. Я врачам отвечаю, извините меня, с вашим графиком никакой личной жизни. Пока что мое сердце свободно, потому что мой фокус пока направлен на учебу, на самореализацию, но это не значит, что я вычеркнула личную жизнь, просто я пока не встретила того самого, а на такие отношения распыляться пока не хочется. И бегемая такая. Дайте мне отгул один день, я пойду замуж, выйду завтра. Да, и вот связанные с замужними девочками, которые вот остаются на ночные дежурства, мне кажется, вот у них очень мало времени на... чтобы... мало времени уделяют для семьи, да? Вы не поверите, я смотрю на врачей, которые уже работают по 10-15 лет, я удивляюсь. Вот у меня сейчас жизнь предоставлена только себе, я учусь, сама развиваюсь, какими-то своими делами занимаюсь, и все, да? У меня нет детей, нет мужа. Они успевают после работы эти готовить, стирать и так далее, еще дежурить, оставаться... Ну, смотрите, есть такой график, да, условно, с 8 до 4-5 ты на работе, но нет такого, то, что врач остается до 4-5 и сразу уходит. Он остается, да, делают всякую работу. Помимо этого, дома им написывают их пациенты, они еще и успевают отвечать. Мне кажется, у них есть какой-то секрет, и в сутках у них точно не 24 часа. Но они все успевают. Вы как в том фильме про Золушку, да? Я еще не волшебник, я только учусь. Бигмай, спасибо вам большое за приятную беседу с утра. Мы вам предоставляем открытый микрофон, вы можете обратиться к нашим телезрителям. Спасибо вам большое в первую очередь за приглашение. Также хотелось бы обратиться ко всем подросткам, чтобы вы не снялись, ничего, не сняли своего тела, задавали вопросов, пока не доктор. Родителям же я посоветую тоже изучать эту тему, чтобы вашим детям не пришлось лазить в интернете. От имени будущего акшер-гинеколога я скажу, что самое главное это беречь здоровье с молоду, а не потом уже бегать по больницам. Вот, спасибо за приглашение, спасибо, что помогли поделиться такой важной темой для всей страны. Всем пока. Спасибо вам за интересную беседу, мне кажется, было полезно послушать нашим телезрителям такие темы. С нами была сегодня Орозова Бегемая, будущий акушер-гинеколог. Ну, вы оставайтесь с нами.